За кадром я Альберт Гаймян, в кадре Дарья Морозова, Краснодарка, которая успела дважды познакомиться с деятельностью сотрудников Краснодарской краевой детской инфекционной больницы. Рассказывайте, Дарья. Да, первый раз наше знакомство произошло с больницей 2 августа. Ребенку дома стало плохо, поднялась температура. Мы вызвали скорую. Скорая приехала быстро. В течение 40 минут мы добрались до больницы. Это было 12 часов ночи. Но приняли нас только в 4 часа утра. В 4 часа мы ждали с ребенком. Нам не оказывали помощь медицинские работники, потому что они сказали, что мы не имеем права оказывать помощь, давать какие-то лекарства детям без назначения врачам. В машине уже было холодно, на улице было холодно. В 4 утра нас приняли, взяли экспресс-анализ крови, сказали, что нужно ложиться в больницу. Там нас лечили антибиотиками, мы прилежали неделю. А вы лежали в палате или в коридоре? Мы лежали в палате. Нам повезло, да, нас положили в бокс. В боксе было 4 человека. Нас выписали через неделю. Спустя 3 недели у ребенка опять начинаются те же симптомы. То есть поднялась температура, начался кашель. Я опять вызываю скорую, мы едем в эту больницу. Мы прождали там 2 часа, стояли в приемнике, ждали. Нас приняли, также взяли анализ крови, сказали, что все нормально, лечитесь дома. То есть в больницу нас не положили. Через 2 дня мы опять приезжаем в эту больницу, потому что ребенок... Приезжаете на скорую? Да, опять на скорую, опять мы ждем 2 часа, там очередь. Вот. Ну, в этот раз нас положили в больницу. Также в палате мы лежали. Диагноз был такой же, как и в первый раз. А какой был диагноз? Пневмония и острый бронхит. То есть есть подозрение, что нас просто недолечили. Когда я спрашивала своего лечащего врача, почему так произошло, опять такой же диагноз, все то же самое. В ответ мне сказали, это мы у вас должны спросить, почему. То есть врачи на контакт не идут. Сдаешь анализы, анализы только спустя 2-3 дня. И то, кое-как рассказывают, что как в больницу, ну, в палату заходят без истории болезни ребенка. То есть там куча детей поступает, как они это все запоминают, я не знаю. Ну, я бы просто безразлично, скорее всего. Да. Вот. И потом, значит, через дня 2 в коридорах 18 человек поступило. Мамочки просто стояли с детьми на руках, потому что не было даже просто места. То есть вы хотите сказать, что не то, чтобы прилечь, а даже присесть не было возможности? Да, да. Просто стояли. И ребенок маленький лежал на столике пеленальном, мама стояла рядом. И эти люди фактически уже поступили на лечение, да? Да, да. Они там лежали сутки, двое лежали. То есть мы проходили через этих людей на процедуры. То есть мы, которые уже шли на выздоровление, детки, да, ходили через этих детей, которые только поступили. Вот. И, значит, через 4 дня после антибиотиков у ребенка поднялась температура 39, ухудшилось состояние, началась рвота. Я пошла к медсестре попросить, ну, чтобы она вызвала врача, ну, что мне сказали, врачи кушают, ждите, у них обед. Врачи кушают? Да. Понятно. Через полчаса я опять подхожу, мне опять говорит недовольная медсестра, ну, у вас же с ребенком все нормально, она же глазки открывает, закрывает, дышит, как бы, что вы паникуете? Не хотели ни врачи разговаривать, ни медсестры разговаривать. В общем, то, что является для вас трагедией, что у вашего ребенка уже температура, для них это обыденность. Да, да. И больше всего поражает то, что почему доводят до такого состояния, как изнеможение. То есть если у ребенка температура 38, мы не будем искать причину, пускай у него дождемся пока 39, 40. Если там рвота 2 раза, дождемся пока будет 6, пока ребенка совсем не станет плохо. Извините, по шучу, наверное, они воспитывают спартанцев в будущем. Видимо, да. Когда я пришла к врачу, ну, то есть уже там они пообедали, я пришла к врачу, врач не пошла со мной в палату, ее попросила осмотреть ребенка, она не пошла, сказала, просто возьмите на посту водичку и там регидрон и отпаивайте ребенка. Все. Ребенка также становилось все хуже и хуже. У нее, ну, оказалось, что антибиотик просто не подходил, нужно было его заменить. Но никто этого не сделал, в итоге нам 3 дня его также и проставляли, этот антибиотик. Анализы нам взяли 12-го числа один раз, 16-го... 12-го сентября. Да, 12-го сентября. Они были плохие. И плюс вот еще у ребенка состояние ухудшилось, но никто на это не обращал внимания. 16-го нас выписали, тоже не взяли анализы перед выпиской никакие, не дали выписку, сказали за выпиской приехать через 2 дня, так как они не выдают по выходным выписки. Что еще хочу сказать? Я прошу прощения, это когда приехала телекомпания НТВ снимать, да? Да, да. То есть вот в субботу, в воскресенье 18 человек там просто было не протолкнуться в коридорах, дети лежали с кишечной инфекцией, с коклюшем, просто их распихивали по палатам. К здоровым детям, которые шли на выздоровление, нас выписали... То есть без разницы куда, самое главное убрать из коридора, да? Да, самое главное убрать из коридора. Также и нас выписали недолеченными, с насмирком, с кашлем, с температурой, просто увидели на рентгене, что пневмонии нет, все, до свидания. То есть освободить место тем, у кого более худшая ситуация. Все, идите, вы долечитесь дома, да? Да. Ну и в итоге мы долечиваемся дома, ходим по платным врачам, сдаем платные анализы, потому что лечение, что они колонили ребенка, было неэффективным. Вот. Даша, скажите, пожалуйста, я вот всем задаю один и тот же вопрос, а по десятибальной шкале, как бы вы оценили бы деятельность сотрудника в этой больнице? По десятибальной шкале? Там 9, 8? 2. Почему-то все говорят 2, вот как будто вы себя договорились, я тоже называю 2, вот как будто все сговорились. Даже не 5, нет, это вот просто начиная с того, что ты ждешь с больным ребенком на руках в очереди, 3, вот с 12 до 4 утра, я просто с грудным ребенком сидела в холодной машине скорой помощи, нас никто не мог принять. А вы видели, когда съемочная группа НТВ снимала? Нет, у меня уже там нет. Ну вы точно знаете, что вот именно вот из-за этой съемочной группы НТВ людей всех и разбирали, да? Да, я уверена, да. Потому что все равно же смотрят ролики, Маргарита рассказывает, что ожидается, да, что будет, приедет телеканал, как бы НТВ будет снимать. Ну и вот так вот. Удивительно, что 18 человек, да, лежало-лежало, и в итоге все просто... Я понял. А в итоге по телевизору показали, что в коридоре никого нет. Ну вот, пожалуйста. Что бы вы хотели бы сказать краснодарцам? Хотела бы сказать, чтобы люди не молчали, чтобы они были человечнее, потому что такая беда может случиться абсолютно с каждым. Вот нужно как-то сплотиться, объединиться. Я думаю одно, я думаю, чем больше людей будет вот так выступать на камеру, как вы, тем быстрее, что кто-то попадет в камеру из тех, кто плохо, неправильно себя ведет. То есть оно все логично. И почему-то люди не хотят говорить о своих проблемах, каждый про себя думает. Я лучше промолчу, пусть за меня кто-то другой скажет. Вот это самое страшное, конечно. Это самое страшное. А вот если вспомнить все-таки отношение врачей этой больницы к людям, все-таки осадок остается сильный? Да, неприятно, когда тебя не слышат, неприятно, когда на твои просьбы не реагируют. То есть даже вот там с нами лежала девочка, ей было 10 лет, у нее, ей кололи 7 дней антибиотик, у нее температура была 39, то есть он ей не помогал. Когда уже бабушка там с ней лежала, говорит, может быть стоит поменять ребенку антибиотик? Ну давайте поменяем. То есть вот такое вот безразличие. То есть вы хотите поменять, пожалуйста? Да. Скажите, пожалуйста, а вы, извиняюсь, с другими лечебными учреждениями не сталкивались? Ну с ребенком еще нет. Нет, не с ребенком, вообще с домом. А сама, ну да, я вообще с Томска приехала, да, я лежала в больнице. И, конечно, для меня это удивительно, что такое отношение. В Краснодаре? В Краснодаре лежали? Или в Томске? В Краснодаре я лежала во взрослой инфекционной больнице, правда один день. Там чуть лучше или нет? Там, да, там хорошее отношение, там с тобой все отлично разговаривают, медсестры приходят. То есть если здесь я ребенка, ребенку ставили капельницы, я звала медсестру и ждала потом еще 20-30 минут, там, конечно, сами все приходят. Кристина Духовная нам рассказывала об этой взрослой инфекционке. Она говорила, что отношение там в отделениях нормальное, но при приеме, ужасное отношение, она рассказывала так. Я не знаю, смотрели вы или нет. Ну вот при приеме, единственное, что я помню, да, меня положили на кушетку и ушли. И я ждала просто час. Ого. Да, и потом уже, когда я сама встала, пошла, мне тоже было плохо, температура, позвала врачей, тогда они уже, ну, отреагировали. Похоже, про меня забыли просто. Я понял. Ну что, Даша, пожелаем всем здоровья, в том числе и нам самим. Самое главное. И пожелаем для того, чтобы люди все-таки за головы взялись и подумали, что если есть возможность высказаться для того, чтобы обращений было как можно больше, чтобы на это обратили внимание, значит, надо высказываться. А если не высказываться, то все это будет продолжаться и дальше. Жаль, что люди проявляют такую пассивность. Жаль. Да, но что делать? Что имеем, то имеем. Всего доброго. До свидания.